Знаете, мне тут один из экспертов сказал, что нам нужно что-то типа Рамштайна, только Рамштайн развала России. Ну и тут наш начальник Грумо Буданов говорит о том, что Россия стоит на грани гражданской войны, нужно маленькое внутреннее дело и внутренний конфликт усилится. Вот вопрос только, кто может начать это маленькое внутреннее дело? Потому что у нас у всех ставка была только на Пригожина, но и то оказалось, что сам он без нашей помощи сделать ничего не может. Кто там еще может какое дело начать? Ну, давайте вернемся. Я-то считаю как раз, что заговор Пригожин закончился успехом. Результат-то налицо, личная власть Путина ослабла. Или, как говорит наш дедушка Байден, абсолютно викинг Путина. И это вы добивались те могучные силы, которые стоят за Пригожиной. Давайте разберемся, что это за силы. Ну, во-первых, ясно, что его поддерживает главное управление, бывшее главное разведочное управление Министерства обороны. Вы же помните, это мне стало ясно, когда Пригожин сделал свой первый шаг, объявил, что он выходит из Бахмута. Кстати, это начало было этого мятежа. Он вдруг заявил, и я вот ослабил Бахмут. Хотя никакой Бахмут, он не ослабил. Вы же помните, что его пути отхода, его из Бахмута Багнера, его минировали, стреляли в них. Но занимался этим какой-то бездарный полупьяный полковник, подполковник Винни Витин, который и в его биографии еще три месяца назад он был охранником где-то там на Среднем Урале. Заниматься такими вещами по заданию Министерства обороны должно спецназ главного управления и силы специальных операций. И раз это получили бездарного полковника Винни Витину, значит, Шойгу и Герасимов не могли получить это спецназу. Очевидно, по поведению того же Алексеева на лавочке в Ростове, который, извините, напомню, заместитель начальника ГУ, ясно, что эта структура сочувствовала Пригожину. Так же, как и, конечно, третье управление ФСБ, военная контрразведка, которая обязана была предотвратить этот мятеж, и которая, конечно, так же, как американская разведка была полностью в курсе. Это военная составляющая, но есть за ним и политические силы. Ну, давайте вспомним заявление такого заклятого врага Украины, как Затулин, который планировал уничтожение Украины с 90-х годов, когда еще Путин это в голову не приходило. Путин бегал тогда по Санкт-Петербургу и брал дань преступного бизнеса, включая того же дестратора Пригожина, между прочим. Там они впервые познакомились. Затулин заявил то же самое, что Пригожин в своих последних обращениях. Мы проиграли войну. Украина навсегда останется независимой. Она никогда не будет нейтральной. Мы должны исходить из этого и как-то выходить из этой ситуации, заявил Затулин. И после этого сразу же на следующий день какая-то Государственная Дума возмутила, испытались какие-то меры против Затулина, но все это немедленно закрылось. Это очень влияет. Я считаю, мое предположение, что вот таким крестным отцом этого широкого заговора, лидером этой партии почетной капитуляции, как я ее называю, является Юрий Ковальчук. Но самый влиятельный человек в окружении Путина, это человек, единственный, которого Путин все время как-то немножечко даже снизу вверх смотрел. Последние три года, начиная с ковида, подсчитано, что Путин 90% своего времени в бунгере провел один на один с Юрием Ковальчуком. Это военный преступник, он идеолог этой мировой войны. Он внушил Путину идею, что путем ядерного шантажа он может сокрушить Запад, взять реванш за поражение Советского Союза в холодной войне. Ну, первый шаг – это поколение Украины, потом, ну, как они рассчитывали, через неделю после взятия Киева Путин появляется, размакивая ядерные на границе Балтии и Прибалтии, и Польша повторяет знаменитую фразу этого мордастого замминистра «Собирайте свои манатки, убирайтесь вон». Эта война проиграна была в первую неделю. Ну, Ковальчук, как умный человек, понял, что война проиграна. Украину тоже не покорить. Ведь, помните, Путин сам сказал на встрече с военкорами, что мобилизация нам не нужна, мы же не собираемся идти на Киев. Но собираться-то он собирается, но он, слава богу, понял, что это уже ему никогда не удастся. То есть, в общем, пристаньте на секундочку на позицию вот этих людей, Ковальчуков, Затульных и прочих мерзавцев, которые мечтали о мировом господстве поколения Украины. Сейчас видят, что всё это провалилось, но нужно спасать, что есть. Нужно спасать свою власть и громадную собственность, терпящую поражение стране. Для этого надо из войны выходить и каким-то образом убирать. Единственное препятствие к этому осталось, которое осталось, остался Путин. Поэтому, и вот я отвечаю на вопрос, а что, так что сил достаточно. Для этих сил, я думаю, они ждут некого триггера. Триггером может стать военным успехом Украины на фронте. И один из них просто лежит на поверхности. Это освобождение Бахмута. Бахмут, с точки зрения военной, это не бог весь какое событие. Это вообще-то стратегически никому не нужный город. Но это, скажем, взятие Мелитополя или уничтожение, например, Крымского моста было гораздо большим военно-стратегическим успехом. Но с точки зрения политико-психологической, взятие Бахмута, которое вполне реально сейчас, и, по-моему, вот мы с вами разговариваем, идут бои за последнюю высоту в этой самой, в Кличеевке. Когда украинские части ее возьмут, Бахмут полностью будет под огнем украинской артиллерии. Это колоссально, это будет триггером для второго раунда вот этой схватки партии почетной капилляции и ее фронтмена Пригожина с путинской войны. Вы представляете, как все эти Пригожинцы заорут? И опять же, сейчас я извиняюсь за Пригожинскую лексику. Я освободил Бахмут, а Министерство обороны опять его... Вот что будет орать Пригожин и в Санкт-Петербурге, и в Москве. Так что второй раунд этой схватки может быть совсем недалеко. Он может быть как раз очень удачно совпасть с открытием саммита НАТО в Венеусе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...